всем привет это второй урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия в этом уроке вы узнаете как вяжутся лицевые петли научитесь вязать платочной вязкой и даже начнете вязать свое первое изделие и так поехали на прошлом уроке мы с вами научились делать набор с этого места и продолжим достаем одну спицу мы набирали на 2 спицы и теперь у нас петли находятся на одной из спиц берем работу в левую руку так чтобы нити были расположены справа сейчас у нас здесь две нити вместе одна из них начальный кончик а вторая идет от клубка хвостик мы отпускаем а нитью от клубка будем вязать эту рабочую нить нам нужно расположить на указательном пальце так чтобы получилось удобное натяжение дальше нить заводим между средним и безымянным пальцами в этом месте мы будем ее слегка придерживать если у вас не будет получаться натяжение можно будет вокруг пальца сделать еще один виток нити попробуйте и со временем вы найдете свое удобное положение нить должна находиться на пальцем вот в таком слегка натянутом состоянии сильно прижимать ее не стоит не должна будет скользить по пальцу во время работы указательный палец не стоит прижимать к спицам в таком положении вам будет неудобно вязать и все движения будут скованными палец должен быть на расстоянии от спиц чтобы была возможность удобно захватывать нить теперь разглядим поближе петли давайте поверну вам их вот с этой стороны чтобы было лучше видно одна половинка петли смотрит на нас это будет передняя стенка а вторая половинка смотрит от нас ее мы будем называть задняя стенка так вот сегодня мы будем вязать лицевые петли за переднюю стенку спицу которая у нас в правой руке мы заводим в петлю с левой стороны кончиком спицы захватываем нить и протягиваем ее через петлю смотрите на правой спице у нас получилась новая петля а провязанная петля все еще находится на своем месте теперь нам нужно аккуратно пододвинуть работу чтобы провязанная петля снялась с левой спицы в этом месте можно слегка подтянуть нить за хвостик чтобы крайняя петля не распустилась переходим ко второй петле точно также с левой стороны заводим правую спицу в петлю захватываем нить и вытягиваем новую петлю можно слегка продвинуть левую спицу указательным пальцем правой руки чтобы провязанная петля снялась с нее заводим спицу в следующую петлю еще правый указательный палец должен держать под контролем крайне провязанные петли чтобы они не слетали со спицы работа что на левой спице что на правой должна располагаться не очень близко краю но и недалеко если работа вот так отодвинется от края спицы вам станет неудобно вязать и каждый раз придется двигать работу чтобы снять провязанные петли и наоборот когда работа будет находиться на самом краю петли будут легко соскальзывать и вы можете их потерять поэтому держите петли и на правой и на левой спице примерно сантиметра полтора от края еще когда вы будете протягивать нить через петлю можно придерживать ее указательным пальцем чтобы она не соскальзывала со спицы когда вы научитесь держать под контролем все те моменты которые я показала у вас получится вязать так же быстро главное следите за тем чтобы ваши пальцы не собирались в кучку как скованные а каждый из них находился на своем месте и знал свое дело и так я довязываю ряд до конца в итоге все петли постепенно перешли на правую спицу первый ряд провязан теперь работу надо повернуть и переложить снова в левую руку а то спицу которая освободилась взять вправо начинаем вязать второй ряд ниточка за работой накидываем ее на указательный палец первую петлю провязываем лицевой если вы уже слышали что первая петля является кромочной и провязывается не так как все остальные то пока забудьте об этом сегодня мы все первые петли во всех рядах будем провязывать лицевой у меня на спицах набрано 15 петель вы можете набрать столько сколько считаете нужным 10 15 или 20 больше не стоит для обучения этого вполне достаточно я сейчас провяжу несколько рядов чтобы вы увидели как будет смотреться это полотно когда мы вяжем все ряды лицевыми петлями такое вязание называется платочная вязка и выглядит она вот так это очень толстенько и эластичное полотно она прекрасно тянется и даже чем-то похоже на резинку только резинка обычно тянется по ширине а платочная вязка по высоте что можно вязать таким узором да все что придумаете благодаря эластичности этого полотна такой вязкой можно связать любые детские изделия это могут быть шапки и шарфы кофты и штанишки чепчики и пинетки и даже пледы еще такой способ применяется для окантовки изделий потому что край связанный таким образом не будет закручиваться и уже сегодня как только вы почувствуете в себе уверенность вы можете начать вязать свой первый шарф для этого нам нужно будет измерить наш образец берем линейку и прикладываем ее по ширине и так 8 сантиметров ширина моего образца я набирала 15 петель кстати пересчитайте петли в своем образце у вас в последнем ряду должно остаться столько же сколько вы набирали чтобы рассчитать ширину шарфа сделаем расчеты по формуле например нам нужен шарф шириной 20 сантиметров мы количество петель образца а у меня это 15 петель делим на ширину образца у меня это 8 сантиметров и умножаем на ширину шарфа 20 сантиметров в итоге получается 37,5 это число обозначает количество петель которые нужно набрать для шарфика но половинку петли мы набрать не сможем поэтому округляем это число например до 38 петель набираете полученное по расчетам количество петель на спицы и вяжите свой первый шарфик до той длины которая необходима либо пока не закончатся нитки ну или терпение надеюсь что терпения и усидчивости вам хватит и вы осилите свое первое творение и уже сегодня сможете сказать всем я умею вязать а у меня на сегодня все надеюсь что объяснила все понятно в следующем уроке мы разберем изнаночные петли и научимся вязать лицевую гладь